Ситуацию на Украине среди прочих тем обсудил сегодня Владимир Путин с постоянными членами Совета Безопасности России. Пока власти РФ заняты решением геополитических задач, жители отдаленных от Кремля регионов России расхлебывают последствия политики Путина и компании. Так, в поселке Атамановка Читинского района Забайкальского края в пятницу 11 марта 2016 года 19 учителей начальных классов приостановили работу из-за невыплаты заработной платы. Учителя не могут получить зарплату из-за заблокированного счета. Долг всем работникам школы составляет 3,5 миллиона рублей. Долг учреждения за коммунальные услуги – около 3 миллионов. Объявившие о приостановке работы учителя предупредили ученикова об отмене занятий и остались дома. Несколько педагогов пришли в школу для координации действий, но занятий не проводят. В свою очередь, пресс-служба главы региона сообщает, что временно исполняющая обязанности губернатора Забайкальского края Наталья Жданова намерена обратиться в прокуратуру по поводу недееспособности руководства Читинского района, где из-за заблокированных счетов образовательных учреждений учителя не могут получить зарплату. Штраф в 5 тысяч рублей за несвоевременную выплату зарплаты учителям получил вовсе не Комитет финансов Забайкальского края, а директор Атамановской средней школы Татьяна Михайлова. Здесь не бастуют пока. Отправили письма в поддержку приоргунских коллег, которые прекратили занятия. Министру образования Ливанову в правительство ВНФ. Потому что положение сейчас очень серьезное учителей. Если мы в 90-е годы вспомним, там не было кредитов. И как-то было легче, что ли, выживать. И учитель на селе, в поселке, он был как бы уважаемый человек. И там в магазинах нам давали под запись, как-то верили нам. То сейчас мы вот в границах банки. У нас учитель один попытался сделать реструктуризацию своего долга в банке. Ну, посмотрел, просчитали ему. И получилось, что и дольше, и больше. В Забайкалье такие проблемы с заработными платами учителям из-за заблокированных счетов образовательных учреждений были и ранее. Так, работники ряда школ Читинского и Хилокского районов края не могли получить зарплату за август из-за арестованных счетов школ за долги по коммунальным услугам. Задержки зарплат бюджетникам наблюдаются в Забайкалье с начала 2015 года. Учителя ряда школ и регионов неоднократно приостанавливали работу, добиваясь выплаты денег. Сегодня у нас Министерство финансов Забайкальского края не дает деньги в учреждения, проверяет трудоспекция по жалобам работников в этой ситуации и штрафует директор. За что штрафует, который остается заложником этой ситуации становится? Есть школы, которые пошли на забастовку, но теперь уже говорят про то, что их теперь трясут хорошо за это. А вы как думаете, это вообще нормально? Нормально? Ну пусть они себе зарплату не платят. Повысить тон – дело личное, зарплату государственное. Именно поэтому забайкальцы пришли в негодование, когда в новостных лентах обнаружили информацию о решении Натальи Ждановой увеличить заработную плату самой себе. Причем в основе не прогноза, а правительственное постановление. Если сейчас жалование главы края составляет 45 600 рублей в месяц, то после принятия спорного документа оно могло вырасти вдвое и вместе с премиями перевалить за 130 тысяч рублей. Но проблемы с заработной платой – это еще полбеды. Жители региона вынуждены обитать в условиях антисанитарии, в прогнивших домах, в которых постоянно прорывают трубы. Кроме Лены Ковалевой в бараке проживает еще пять семей. У многих маленькие дети. Узнав, что по закону они имеют право на новое жилье, односельчане обратились в суд, который в 2013 году обязал районную администрацию расселить людей в благоустроенные дома. Решение до сих пор не исполняется. Вот так региональные власти выполняют государственную программу, которую по праву уже можно назвать сорванной. Но не только переселение семьи ждут, а еще и тепла. На строительство местной котельной в свое время было потрачено 9 миллионов рублей. Сегодня она пришла в негодность. И почти весь поселок остался без отопления. В квартирах столбик термометра не поднимается и выше 7 градусов. У меня руки ледяные, вообще застыли. Я сижу вот так вот, обогреваюсь. И постель нагрею ребятам и себе. Решать их проблемы кремлевские власти не спешат. Нужно срочно спасать русскоязычное население Донбасса, которое злобная киевская хунта пытается втянуть в цивилизованное европейское сообщество. А Чита пусть загибается, пока ее храбрые сыны строят русский мир где-то в районе Дебальцево. Привет, Чита! Привет, Улан-Удэ! Чита, Ясногорск, Агинск, Кусочи! Я русский и пришел защищать русских. Дед чего-то не доделал. Заколин, Бурятия, привет! Подмосковье, Санкт-Петербург. Хотел бы привет передать своей жене, маме, своим дочкам, своим друзьям. Республике Бурятия, Забайкальскому краю, Бурятскому автономному округу, поселку Ясногорск, селу Кусочи. Мой позывной Чита. Откуда ты приехал? Забайкальский край, город Чита. Я здесь 20 февраля, приехал добровольцем сюда, посмотрел по телевизору, собрался и приехал. Здравствуйте! Мы приехали к вам в гости. Ебальцево! Ну-ну-ну! Мы от Ебальцево оставили одну Ебальцево. Ай-яй-яй! Ну, и что вы сейчас здесь делаете? Что мы делаем? Ну, сейчас, да. Мы готовимся к наступлению. Понятно. Не, в Славянск. На Славянск идем? Ага. С Тивом будет то же самое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!